уважаемые тельцы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 29 ноября по 5 декабря включительно что вас ждет в этот период расклад подойдет и женщинам и мужчинам поэтому я вас всех приглашаю к своему столу события этой неделе я рассматриваю в общем основные ее моменты связаны с работой с вашей личной жизнью со внешним миром также с долгами кредитами вложениями и вообще рассматриваем в общем ваши финансовые потоки также рассмотрим скрытые факты на ближайшее время просмотрим что сейчас стоит ваших кармических задачах возьмем карту основного совета и посмотрим чем для вас эта неделя завершится сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания вы на него обязательно получите ответ да или нет но в конце чтения основного вашего расклада карта которую я достану в произвольном порядке после основной выплатки всех карт и будет являться ответом на ваш вопрос но ее я буду рассматривать самую последнюю поэтому запаситесь терпением вы можете смотреть этот второй прогноз как по своему основному знаку зодиака также и по асценденту таким образом у вас будет больше информации для анализа и несмотря на то что расклад общий можно для себя найти много важного и полезного и и в чем-то перестраховать себя заранее сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания подумайте сейчас о своем вопросе вопрос должен быть всего лишь один карта которую я достану в произвольном порядке после основной выкладки и ответит на ваш вопрос думайте о своем желании кому нужно больше времени ставьте на паузу а я продолжаю итак ваша первая карта на начало этого периода уважаемые тельцы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к чтению вашего расклада ваш расклад начинается с довольно таки энергичной карты это паш жезлов несмотря на то что это младший орган эта карта говорит о том что все таки вы входите в начало этого периода полны надежд и что важно что у вас есть силы на реализацию многих планов эта карта задора и огня эта карта возможностей эта карта перспективных людей которые никогда не хнычут и не унывают многих из вас эта карта показывает как людей любознательных и ищущих для себя новую информацию для того чтобы развиваться идти вперед карта общения и она говорит о том что вы всегда хотите быть на высоте и занимать лидерские позиции возможно вас есть определенные идеи которыми вы пытаетесь заинтересовать других людей эта карта напрямую может показывать людей которые действительно чему-то учатся учащихся и также ваших взрослых деток у кого есть взрослые дети возможно очень много вас в этом периоде будет связывать общий хлопоты общие заботы общие разговоры но карта позитивная и она говорит о том что уже в начале этого периода вы стараетесь не сидеть на месте а действовать что-то делать что-то менять и на основные события всей этой неделе также выпала карта жезлов но в данном случае это 10 жезлов эта карта говорит о том что вы пытаетесь успеть везде и сразу объять необъятное вы чувствуете на себе огромную ответственность возможно за кого-то из близких возможно за какие-то проекты такое чувство что вы тянете на себе гораздо больше чем можете тянуть и вы сами добровольно на свои плечи взвалили этот груз и эта карта всегда говорит о том что если вы видите перед собой цель для вас не важны препятствия и вы идете к этой цели для многих из вас эта карта действительно предвещает хороший результат в любых делах но другое дело какой ценой все-таки эта карта некоторого надрыва потому что заботы хлопот у вас больше нормы в кармические задачи в центр вашего расклада также выпала активная карта это туз мечей эта карта может говорить о том что для многих из вас важно в чем-то стартануть что-то начать что-то запустить возможно вопрос связан с любыми бумагами или документами эта карта может показать все то что проходит через казенные дома через госструктуры или гос людей эта карта может говорить о том что в чем-то вы хотите восстановить справедливость в чем-то для вас важно достичь победы и доказать не только кому-то но и самому себе что вы лучше сильнее умнее так как эта карта показывает и ваш недюжинный интеллект но все-таки эта карта может предвещать то что в этом периоде есть определенные сложности и борьба еще предстоит но я так полагаю вы к этой борьбе готовы вы ждете перемен вы хотите обновление но вы понимаете что все это сложностях забегая немножечко вперед скажу о том что закончится для вас та неделя вполне благополучно и я вижу что многие из вас несмотря на сложные будни будут результатами довольны теперь мы перейдем к нашим семейным парам и посмотрим что у вас для вас выпла карта королевы чаш и на вашу вторую половинку выпала карта семерки монет две замечательные карты которые говорят о том что даже если раньше вы конфликтовали ссорились все-таки в этом периоде по поводу многих вопросов вы будете стараться договариваться в отношениях доминирует женщина если говорить о женщинах тельцах то вы показаны как прекрасная мать прекрасная хозяйка и любящая жена человек очень преданный в отношении своего партнера но где-то ваша вторая половинка пытается подавить вас немного своим авторитетом вы как бы позволяете своему партнеру это делать но все равно управляете отношениями вы семерка монет говорит о том что ваш дом поступают деньги и ваша вторая половинка может зарабатывать трудиться что-то делать для того чтобы в доме был комфорт и уют есть общие планы но для вас также и важно что-то свое творческое в чем-то вам для себя хотелось бы развить его что-то вам хотелось бы возможно вложиться или что-то возможно вам хотелось бы расширить в самом доме конечно для вас важен комфорт и уют так же как и для вашей второй половинки я вижу что вы любите окружать себя добротными и хорошими вещами многое из того что вы запланировали на эту неделю вы сможете реализовать но если это что-то большое и грандиозно вот эта карта может говорить о том что не хватает немножечко денег нужно подкопить несмотря на то что женщина в отношениях управляет я вижу что для вас важно мнение вашего супруга у вашего супруга может быть очень непростой характер я это вижу по картам но вы проявляете огромное терпение и выдержку конечно карта королевы чаш показывает любящее сердце если говорить о мужчинах то рядом с вами преданная женщина и именно от женщины очень многое зависит в вашем доме сейчас отношения в паре развиваются но если говорить о вашем партнере скорее всего ваш партнер может вас или ревновать или где-то вам в чем-то не доверять или в чем-то вас испытывать и проверять то есть где-то может иногда играть на ваших нервах и перейдем к нашим свободным тельцам посмотрим что в вашей личной жизни для вас выпало три подряд карты мечей карта короля мечей карта королева мечей и карта восьмерки мечей во первых вот эти две карты могут показывать людей как официальных лиц людей которые имеют отношения госструктура это могут быть военные врачи чиновники те люди с которыми вы пересекаетесь эти люди с которыми вы решаете что-то важное я вижу что у одиноких как женщин так и мужчин есть какие-то сложности на сегодняшний день и не одна есть какая-то одна основная сложная задача и параллельно не менее сложные проблемы которые также нужно решать дополнительно в отношении основной проблемы если говорить о женщинах вам без мужской поддержки здесь не обойтись мы видим короля мечей и здесь идет диалог мужчины и женщины поэтому если смотрят меня мужчины вам также понадобится совет и помощь женщины пятерка мечей может говорить о том что в вашем окружении также есть враги или конкуренты недоброжелатели возможно вы кого-то в чем-то подозреваете эти карты могут показывать серьезные разборки между людьми когда есть определенные угрозы и и ваши враги пытаются в чем-то предъявить вам претензии но есть и те кто может действовать скрыто тайно за вашей спиной как бы из-под тишка центральная карта говорила о том что для вас важно в чем-то восстановить справедливости вы будете бороться за эту справедливость но вы столкнетесь еще с нечестностью определенных людей либо подножками которые вам кто-то будет ставить если говорить о личной жизни у многих здесь были болезненные разрывы до сих пор ваш бывший или бывшая как бы издалека может интересоваться вашей жизнью что в ней происходит если у вас кто-то и как вы живете для кого-то эти карты могут говорить о том что до сих пор не закрыты бракоразводные процессы и многое еще предстоит решить вы абсолютно ни в чем не собираетесь друг другу уступать и здесь каждый будет бороться за то в чем считает свою правоту возможно кто-то в этом периоде попытается заняться своим здоровьем либо здоровьем кого-то из близких эти карты также могут говорить что именно на этой неделе вам придется действовать очень быстро и быстро принимать важные решения а это говорит о том что решается что-то очень важное пятерка мечей говорит о том что вы должны проверять абсолютно любую информацию с которой в этом периоде будете сталкиваться либо в отношении вас здесь кто-то ведет двойную игру нечестную игру и эта карта может предполагать любые военные действия и вам нужно быть во все оружие если меня смотрят те люди которые на сегодняшний день все-таки встречаются у вас есть друг или подруга я вижу что сошлись два человека два одиночества две непростые судьбы вы подходите друг другу очень подходите но кто-то по вот этой карте будет пытаться вам помешать воссоединиться поэтому вам за свое счастье нужно будет побороться для тех кто еще по-прежнему пребывает в гордом одиночестве все-таки карта туза мечей говорит о том что знакомства возможны но это зависит от вас вы не сможете быть рядом со слабым человеком с бесхребетным человеком вам нужен кто-то подстать вам если есть определенный человек который вас интересует сделайте первый шаг но я вижу что вы каждое свое действие обдумываете то есть вы не смотрите на отношения со стороны чувств любви вы смотрите на них со стороны логики и в вашей голове все время работает анализ что почему как что есть сейчас что будет потом и зачем вам все это нужно примерно так то что касается рабочих моментов для тех кто работает вот эта карта говорит о том что в работе тоже нужно будет быстро принимать какие-то важные решения возможно кого-то ждут новые но пока сложные проекты но я вижу что вы справитесь потому что рядышком с вами будет поддержка на реализацию многих из задуманных планов у вас также будут финансы и давайте все-таки возьмем дополнительные карты для тех кто работает сейчас и для тех кто не работает вообще для тех кто не работает по тузу жезлов я вижу что есть возможность работу найти по десятке жезлов скорее всего вы идите уже не один день сложно по этим картам вы можете даже совмещать сразу несколько проектов хотя сложновато но возможно ищите работу согласно своего интеллекта вам здесь как бы не приходится рассчитывать на чью-то помощь вы здесь должны рассчитывать на себя на свой ум на свои знания и на свой опыт прошлого для тех кто работает для вас выпла карта двойки монет она напрямую показывает финансы но к сожалению деньги небольшие вам приходится вертеться как белка в колесе трудиться каждый день что-то решать с кем-то общаться для того чтобы деньги были и эта карта также говорит о том что вы рассматриваете любую подработку но все-таки на текущие расходы деньги есть четверка чаш выпавшая для вас предлагает дополнительные варианты того что с вами кто-то хочет посотрудничать или вам кто-то предлагает что-то интересное творческое но вы размышляете вы не спешите эта карта некой меланхолии в какие-то моменты усталости и то что несмотря на то что вы очень активные вам тоже нужен отдых и в тот момент когда вы можете хотя бы на некоторое время абстрагироваться от внешнего мира вы набираете сил и энергии но все-таки эта карта говорит о том что в вашей жизни есть определенная стабильность я не вижу чтобы деньги фонтанировали чтобы было очень много но определенная стабильность есть и кто-то из близкой родни вас готов поддержать для тех кто в поиске работы дополнительная карта для вас карта королевы монет великолепная карта для женщин она говорит о том что многие из вас могли бы работать даже на себя вы способны найти работу хорошую даже если будете устраиваться в определенные организации работу сможете найти с хорошим окладом согласно своим знаниям если говорить о мужчинах то скорее всего с работой вам поможет женщина либо через женщину в данном периоде могут решаться любые финансовые вопросы и перейдем в дом финансов возможных долгов кредитов а также вложений и в этот дом выпала карта девятки монет в дом денег выпала денежная карта а это уже радует тем более карта хороших денег и она говорит о том что многие из вас несмотря на то что вам финансово приходится выкручиваться сможете поправить свое положение и эта карта предвещает увеличение дохода возможность немножечко поднять планку в работе эта карта может показывать любые дополнительные доходы либо то что вам кто-то может предлагать свою помощь для многих из вас если вам предстоят определенные вложения в данном периоде будут полностью оправданы и вы будете довольны результатом если именно в этом периоде вы захотите оформить кредит попросить у кого-то деньги в долг у вас также получится если вы оформляете любые бумаги связанные с льготами субсидиями также вы сможете решить свой вопрос благополучно и с хорошим доходом если кто-то должен деньги вам деньги вам будут отдавать если вы сами кому-то должны то по этой карте у вас есть возможности деньги отдать но эта карта говорит о том что вы обдумываете как свой шаг каждое свое действие чего бы это не касалось имеется ввиду денежных финансовых проектов карта вполне благополучно но на внешний мир для вас снова таки выпала карта борьбы это семь жезлов эта карта может говорить о том что вы пытаетесь противостоять самой жизни обстоятельствам но все-таки есть и недоброжелатели или конкретные враги возможно те люди которых вы будете в этом периоде ставить на место потому что по этой карте вам кто-то создает помехи или будет пытаться их создавать если и возникнут любые спорные моменты вы на голову выше своих конкурентов противников или тех людей с которыми вы выясняете отношения и вы свои позиции в любом случае сможете отстоять у вас более выгодное положение чем у тех кто пытается создавать вам проблемы и давайте посмотрим что в скрытых факторах примерно на ближайшую неделю по истечению этого срока для вас выпала карта туза жезлов карта туза монет и карта четверки монет три замечательные карты скрытых факторах на ближайшую предстоящую неделю нет негатива а наоборот возможности работа успешные новые начинания успешные вложения для кого-то что-то ворвется в вашу жизнь как бонусы как подарки судьбы как новые возможности как дополнительные шансы которые вы обязательно должны будете использовать и карта четверки монет говорит о том что вы должны постараться деньги откладывать они у вас будут вот эти обе карты говорят о том что вы не сидите не ждете с моря погоды а работаете сотрудничаете кого-то заинтересовывается своими предложениями вы можете сотрудничать с многими людьми но все-таки вот эта карта говорит о том что к чему-то в делах и в работе вы относитесь очень ревностно вам не нравится когда кто-то контролирует вашу жизнь вы хотите ее контролировать сами и именно это вы и делаете контролируете свою собственную жизнь карты хорошие и давайте посмотрим чем для вас закончится именно эта неделя мы видим двоечку чаш это карта партнерства дружбы любви великолепна карта для любого рода отдыха и скорее всего рядышком с вами кто-то будет из противоположного пола или это близкий для вас друг или хорошие знакомые или знакома человек с которым вы будете общаться прекрасная карта для встреч для свиданий для романтических отношений и и вот эта карта говорит о том что две души соединяются вместе то есть вам есть с кем поделиться всем тем что за этот период накопилось в вашей душе и эта карта говорит о некотором равновесии спокойствие умиротворенности то что в конце этой недели все-таки вы чему-то порадуетесь и сможете отдохнуть если для вас важно с кем-то будет договориться именно выходные о чем-то то вы это сделаете с легкостью если что-то выпадает на выходные какой-то серьезный вопрос и давайте посмотрим на карту основного совета для женщин и для мужчин для вас выпала карта верховной жрицы карта старшего аркана говорит о том что вы не должны торопиться действуйте не спеша эта карта субординации и она говорит о том что далеко не всех вы должны впускать в свое приватное пространство вы должны уметь сканировать каждого человека потому что и по пятерки мечей и по семерки жезлов мы видим что есть враги как тайные таки явные карта папеса может показывать женщину психолога таролога астролога для кого-то женщину врача за помощью которой вы могли бы обратиться если меня смотрят женщины эта карта может показывать вашу огромную интуицию гиперчувствительность предчувствие сновидения то есть высшие силы в ближайшем периоде дают вам подсказки и вы не должны их игнорировать прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и вы сможете избежать многих ошибок если вы чего-то не хотите не идите наперекор самой себе если говорить о мужчинах вам стоит прислушаться к интуиции женщины и также эта карта говорит о том что конечно многие из вас люди могут быть с прекрасным высшим образованием и не с одним но как бы вы не были умны эта карта говорит о том что на ближайший период вы пытаетесь что-то распланировать что-то предугадать наперед но будет не все так как вы запланировали потому что есть какие-то скрытые факторы те обстоятельства которых вы пока не видите и что-то в самом процессе жизни начинает всплывать выходить на поверхность и эта карта может показывать ваши собственные тайны которые вы бережно храните возможно это чьи-то тайны которые вас интересуют и по этой карте вы пытаетесь что-то узнать либо что-то прояснить для тех женщин которые занимаются эзотерическими практиками карта прекрасно она говорит о ваших способностях о накопленном опыте и о том что вы будете развиваться дальше и развиваться вам нужно потому что знание никогда не бывает много возможно кто-то из вас попытается что-то в своей жизни решить с помощью магических манипуляций такое тоже возможно эта карта глубоких внутренних размышлений внутренней философии мудрости это все то чем вы должны уметь пользоваться многие из вас по этой карте могут быть и сами прекрасными психологами и кто-то еще к вам в особенности если смотрит меня женщины может приходить за помощью и давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта шестерки жезлов эта карта дает уверенный ответ да это безоговорочная победа это успех это признание вы сами будете довольны и скорее всего вас кто-то еще будет поддерживать то есть здесь есть люди которые вам помогают эта карта может показывать скорость дороги встречи любые разговоры в отношении вашего вопроса которые пройдут так же успешно и скорее всего то что вы загадали вы получите очень очень скоро и давайте возьмем еще несколько дополнительных карт из колоды 2 люцифера информация и для женщин и для мужчин что еще вам было бы интересно знать в произвольном порядке только что разворачивалась карта ведьмы при том женщина очень могущественная именно женщины а не мужчины и эта карта может говорить о том что в вашем окружении может быть женщина очень сильный враг который с помощью магии пытается где-то вас нейтрализовать для вас выпала карта шестьдесят первого аркана и также пятого аркана эти две карты говорят о том что скорее всего для вас важны будут какие-то деловые или коммерческие вопросы это небольшой бизнес или свое дело если это какие-то судебные вопросы то это карта может показывать мужчину помощника довольно таки молодого но способного человека который еще в будущем будет развиваться и если смотрит меня женщина вот эта карта говорит о том что у вас есть такой друг молодой человек который чем-то готов вам помочь для кого-то эта карта напрямую может говорить о влюбленности и о том что кому-то вы не безразличны поэтому возможны встречи возможно близость но если говорить о любых делах то помощь от мужчины здесь однозначно к вам идет это мужчина до 40 даже я бы сказала до 35 и вот эта карта может все-таки говорить о том что сколько бы вы денег не зарабатывали их как будто бы на что-то все равно не хватает также эта карта говорит о том что вы постоянно будете что-то для себя изучать и должны изучать я вижу что в вашей жизни были какие-то сложные ситуации после которых вы возрождались как птица феникс и в ближайшее время для того чтобы выйти из затруднений определенных у каждого это что-то свое вам нужно хорошенечко думать и возможно искать дополнительную информацию потому что мы здесь видим человека который изучает книги то есть ищет знания ищет информацию и в поддержку вам вот этот мужчина уважаемые тельцы таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация оказалась для вас важной и полезной я не прощаюсь с вами я вам всем желаю удачи и всех вас жду в следующих недельных прогнозах подписывайтесь на мой канал все те кто не подписан и всем до свидания на сегодняшний день я на 4 час я на 28 час я очень сильно радуюсь все те кто не вступил я награду тепли я я Субтитры сделал DimaTorzok